Рад всех приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу продемонстрировать сумку Canon. Это сумка для камеры, для фотокамеры. Вот такая она у нас. Здесь у нас есть в наличии вот такой вот чехольчик от воды. Мы чуть позже радикально проверим, насколько она водоустойчивая. Покупал на ebay, ссылка в описании. Значит, в этой сумке для Canon она, для Canon EOS версии в основном. То есть вот здесь у нас такая сзади держалка. Здесь вытаскивается защита от воды. Сумку я покупал за 10 долларов. Мне очень понравилось то, что было написано, что она защищена от влаги. Сегодня мы это проверим. Мы ее банально погрузим под воду. Здесь есть в комплекте вот такой вот защиты. Я так понимаю, это держать вот так вот, чтобы она не сгибалась полностью. Либо просто разделитель. Его отбросим, он нам не нужен. Здесь места достаточно много. Вот видим, что поместится сюда фотокамера. Защита сумки слабенькая. То есть при каких-либо ударах будет фотоаппарату не совсем комфортно. Нет вот этой жесткости, ребер жесткости в сумке. Есть только поролоновые прокладки в ней. Так, смотрим. Здесь вот есть у нас в верхнем отделе два кармашика, что не может не радовать. Сюда можно положить что-то вроде там денег или еще что-то. Но в этом видео я покажу, насколько это будет защищено от влаги в случае непогоды. Здесь у нас имеется вот такие вот держатель на плечо. Он качественный. Здесь вот такой вот поролончик с сеточкой. И вот оно перетягивается. Здесь крепежи. Вполне себе качество есть. Но это пластик. То есть если сильное будет напряжение, они просто полопаются. Вот такая вот сумка для Canon из Китая. Здесь также есть вот кармашек по центру, который расстебывается. Сюда можно что-то положить. И в принципе с кармашеками у нас все. Сумка простая, недорогая, бюджетная. И сейчас попробуем протестировать ее водонепроницаемость. Поехали. В качестве проведенного эксперимента с влагой мы положим в нашу сумочку водонепроницаемую из Китая бумагу. И посмотрим. Представим, что это фотоаппарат. Вот эта бумага, это фотоаппарат. И посмотрим, протечет ли у нас эта сумка. Закрываем замочек. И создадим эффект дождя. Поехали. Так, сумка у нас будет поливаться с такой лейки, чтобы создать эффект дождя с нее. Поехали. Зальем немножко водой это все дело. И теперь переключаем налейку. Посмотрим, вот это сильный дождь идет. Выживет ли наш фотоаппарат сильный дождь. Вот, сумочка поливается. Она водонепроницаемая по сертификации указана. Сейчас и сбоку зальем, и сверху. И посмотрим, что у нас с этого получится. Предположим, ливень шел, ну, долго, недолго. Со всех сторон он у нас прошел, когда была защита. Я думаю, человек успеет за это время добежать и спрятать свой фотоаппарат. Попробуем более сильным режимом. Все, я думаю, этого будет достаточно для проверки водонепроницаемости сумки для фотоаппарата из Китая. И сейчас мы посмотрим, что с нашей бумагой. Открываем кейс водонепроницаемый. Вот у нас замочки. Вскрываем замки. Эврика. Бумага сухая. Как видим, влага практически не пропиталась. Ага, только в самом низу, вот там есть влага. Все-таки сумка не такая водонепроницаемая, как хотелось бы. Попробуем дальше повторить эксперимент. Но уже теперь, предположим, человек ее просто оставил где-то и не успел спрятать от дождя накидкой. Закрываем ездочками. И продолжаем эксперимент уже вот в таком виде. Поехали. Дождь у нас сильный. Посмотрим, протекут ли замочки. Потом я отпишусь, что случилось с сумкой после высыхания. Испортились ли ее характеристики. Все, я думаю, дождь у нас прошел хороший. Помочим ее и с этой стороны. И этого будет достаточно, я думаю. Она уже вся пропиталась влагой. Сейчас посмотрим, как защитилась. Эта сумка. Так, смотрим. Бумага влажная. Сверху она у нас влажная. Внутри также внизу вода. Сумка здесь протекла. Здесь внутри также влажно все. С боков влажно. То есть, в принципе, можно сделать вывод, что от сильного дождя ваш фотоаппарат такие сумки не спасут. Теперь посмотрим в кармане у нас как. Так же влажно. Ну, а всем спасибо за просмотр. Это был эксперимент сумки Canon из Китая. За 10 баксов. Оказалось, она не такая водонепроницаемая, как хотелось бы. Но от дождя должна уберечь, как в принципе и любая другая сумка. Всем спасибо, кто смотрел. Ставь лайк. Подписывайся. Всем пока.